Ахмуд Магомедов, Идритович, ассалам алейкум, приветствую вас. Алейкум ассалам, алейкулах, вас тоже приветствую. Хотел пару вопросов задать по поводу вашего подопечного, в частности Ахмеда Усманова. Были слухи, что он хочет перейти в 86 килограммов. Сейчас вес, к сожалению, рабочий вес у него не растет и вес 83-84 килограмма у него. И поэтому особо не можем, ну, распущенный вес такой. Поэтому не можем как-то определиться между весовыми категориями стоим. Сейчас будет, наверное, ясность. Ну, в основном же команда «Бан-Россия» будет принимать решение, кто куда поедет на чемпионат Европы. Потому что надо понять, кому вообще визу откроют, кому не откроют. И надо понять за лицензионным турниром, за лицензией, кто поедет. И пока вопрос остается открытым, мы будем работать. И, естественно, пока мы работаем на 86 килограммов. Были слухи, что лицензия вообще индивидуальная. И по факту у нас в двух весах нет лицензии. Это 97,86. Есть информация такая, но официально и со стороны МОК, и со стороны Олимпийского комитета России нет информации, что вот, или даже федерация еще не прокомментировала этот момент. И нет такой точной ясности, никто не может сказать, что вот точно 100% поедут те, кто есть информация, есть предположения, есть, ну, не официальных источников информации, что поедут те, кто завоевал лицензии, имена лицензии. Всегда весовая 74 килограммов была одна из самых сильных, но в данный момент нет такого явного лидера. В частности, Курбан Шараев перешел, ну, по крайней мере, в предыдущие турниры боролся в 70 килограммов. Кто сейчас претендент, главный претендент на золотые медали в 74 килограммов? С Дагестана, я буду говорить, в частности, Дагестана, в России, в мире все знают, что за Урбек Седак один из лидеров. И в этом весе, который закрепился человек, и завоевал лицензию, олимпийский чемпион чемпион мира. А у нас в Дагестане есть ребята, это Розамбек Жамал, после травмы восстанавливается, пока он не в такой форме, пока ему не разрешают бороться на эрегинском турнире, эрегинском пропуске, но на чемпионате России, я думаю, он будет в хорошей форме, Магомаде Бергаджиев будет, Имам Ганишу будет, по поводу Курмана Шараева, он у него вес маленький, чтобы сейчас переходить, тем более на эрегинский турнир переходить, таким же провесом. У него та же проблема, что и Абаз Гаджи. Абаз Гаджи вес тоже, к сожалению, у него не растет, у него отпустил вес полностью, рабочий вес, у него слишком маленький, чтобы переходить 65 килограммов, и тем более эрегинский турнир будет с провесом 2 килограмма, допуск, и поэтому ему, я думаю, физически будет чуть-чуть сложно, так как ребята будут бороться с 70 килограммов на 65, и у кого даже за 70 килограммов будут на 65 выступать. Поэтому пока, я думаю, он 61 останется, а на чемпионате России, где провеса не будет, возможно, мы его увидим в 65 уже. Я вижу много наших дагестанцев, которые выступают также за другие страны, они здесь у нас тренируются, но Шамиля Мамедова не видно. У Шамиля травма, он проходит реабилитацию, мы с Шамилем всегда рады, Шамиль наш парень, и он часто бывал с нами на сборах. Сейчас у него травма, он реабилитацию проходит в Махачкале, и как-то индивидуально работает больше. После травмы уже себя приходит, работает у себя в зале с тренером. Здесь есть много ребят, из-за рубежа есть ребята, есть из других регионов, поэтому мы работаем. И Шамиль выступает за Носко, это наш парень, мы всегда за него болеем, переживаем, переживаем победу. Чемпионат России пока дату точно не объявили, правильно? Чемпионат России, да, пока дату еще не объявили, так как из-за лицензионных турниров есть чуть-чуть неопределенность. И сам чемпионат России, вообще участники, фигменты Олимпийских игр могут вообще бороться на чемпионат России, и тоже есть какие-то вопросы. Есть еще много вопросов открытых, и поэтому много неясностей пока есть. Я думаю, Федерация борьбы как-то будет уже отвечать на эти вопросы ребятам. После оригинского турнира все будет ясно уже, я думаю. Спасибо большое, Ильисович, вам, Барсова. Тоже в ресторе всегда борцову поддерживать, и там подарки после, и моего брата Долгатыча тоже не забывайте. Обязательно, Барсова, обещаешь.